Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Спасибо всем за добрые слова. Пока я тут болел, я подумал, что покажу вам, как я выгляжу жить в волосы. Вот только что проснулся. Такие кудряшки. Ну, могу так пролизать их, конечно. Чик. Похоже на Эйнштейна. В общем, спасибо вам за пожелания. А прошлое видео набрало, кстати говоря, очень много просмотров. Больше 30 тысяч человек посмотрели. До меня один из самых крупных каналов в мире. И это было как раз перед падением биткоина. А Тесла еще выросла на 12%. После публикации квартального отчета. 12%. Поздравляю. И спасибо вам за ваши пожелания. Здоровья. Прям сотни сообщений я получил, где вы желаете мне поправиться побыстрее, дать какие-то советы, типа имбирного чайку попить. Спасибо, в общем. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Я почти полностью в кэше. Купил чутка Юнисвап на падение пару дней назад. В общем, Юнисвап и МСРТ, остальное в кэше. Поэтому сделаем теханализ биткоина. Посмотрим, куда там мы упадем в итоге. Купить ли прямо сейчас или подождать. И также пройдемся по доджкоину. Что там еще? Ворлда. Юни. Ну и, короче, альткоины, которые я держал. Теперь, ну я уже расставил там ордера. Посмотрим, может быть уже пора что-то затариться. Ну что ж, давайте перейдем на графики. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Еще раз спасибо за ваши теплые пожелания. Там просто приятно очень, конечно. Ну давайте перейдем на графики прямо сейчас. Биткоины, да, смотрите, огромные объемы зашли, пока биткоин опускался на 65. И V-образное восстановление, похоже на перевернутую голову и плечи на 15 минутке. Плечо, голова, плечо. Хорошие объемы, прям реально хорошие, смотрите. Ликвидность на 66,800. Прямо сейчас биткоин идет туда. Джеймс, как себя чувствуешь? Будет ли сегодня видео? Вот уже записываю. Присоединяйтесь к этому телеграмму. 100 трейдеров онлайн в ночное время. В какое-то время бывает и 500 трейдеров онлайн. Капитализация рынка 2,4 триллиона. На английском пытайтесь, пожалуйста, общаться. Потому что трейдеры здесь со всего мира. Поэтому было бы очень хорошо, если бы общались на универсальном международном языке. Это 376 тысяч посетителей на моем сайте. Можете включить у себя на телевизоре. 60 тысяч бонуса на Bybit. И мировой трейдерский турнир до 31 октября. Индекс страха и жадности 69. Доминация биткоина 54%. Фандинг. Цена. И опять же на 15 минутке перевернутая головой плечи. Ну теперь давайте копнем глубже и сделаем теханализ. Открываем. Покажу торговый аккаунт. Я полностью в кэше. Почти 706 тысяч 700 долларов. На неделе было 695 тысяч. Поэтому получается заработал 9 тысяч долларов. Тесла помпанула. Вчера. Тес там такой рост на Тесла. На послерынке. Посмотрите. Рост А уже не увидите. Но была в плюсе на 12%. Я в Твиттере это постил. Вот подпишитесь на мой Твиттер. Обязательно. 93 тысячи фолловеров. Это мое прошлое видео. 22 тысячи просмотров. Да, извините. 32 тысячи просмотров. Это если учитывать еще Ютьюб. И это только на англоязычном канале. В Твиттере такие просмотры. И 9 тысяч 700 просмотров в Ютьюбе. 31 тысяча в общей сложности. Это прошлое видео означает, что у меня самый крупный канал в мире по просмотрам. И Тесла плюс 11,8% на послебиржевом рынке. Плюс 11,87%. Это на публикации финансового отчета. За третий квартал. Хорошая очень прибыль, показала Тесла. 25 миллиардов долларов. 25 миллиардов. Рост на 20%. Они сделали 20% роста прибыли. По году. Это финансовый отчет за третий квартал. 20% прибыли. В общем, смотрите, это финансовый отчет Теслы за третий квартал. И вот смотрите, изменения по году. 2%, 52%, 29%. Общая прибыль плюс 8%. Но это только за квартал. Это означает, что у них просто миллиардные доходы. В общем, как читать эти показатели, я обучаю на своих курсах по трейдингу на фондовых рынках. Ссылка есть в описании под видео. И теперь давайте перейдем к теханализу. Рынок был красный в это время. Но давайте перейдем сразу к биткоину. Потому что 66 600 долларов. 666 как-то не очень число. Открываем недельный таймфрейм. Здесь мы видим то же, что и всегда. Массивная чашка с ручкой. Расстояние можем измерить по основанию чашки. Вот это расстояние мы можем пройти, как я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. И затем у нас такой большой бычий флаг и нисходящий расширяющийся клин. Тем не менее, на недельном стахастик в перекупленности, как я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу, когда стахастик над верхней пунктирной линией, это опасно. Вот смотрите, биткоин оттолкнулся от этого сопротивления, не смог его пройти. И смотрите, стахастик вверху, в перекупленности, и развернулся от сопротивления. Поэтому может упасть еще ниже. А когда стахастик в перепроданности, как вот здесь, это было время покупать. Когда баланс здесь в перепроданности, тоже было время покупать по 52. 52, а когда вот тут в перекупленности, да, это было время продавать по 72 тысячи. Так понимаете, что я имею в виду? Ну а сейчас стахастик не бьютифул, но большие паттерны на графике. Скоро будем выходить вверх из этих паттернов. Даже если биткоин, может быть, пойдет на 52 тысячи, но в какой-то момент он все-таки выйдет вверх из этих фигур. Криптогурбот держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. С двадцатки держит сигнал. Когда биткоин уже 66, биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку на прошлой неделе. Но опять же, стахастик в перекупленности на недельном разворачивается вниз. Это нехорошо. Теперь смотрим на дневном. Тоже в перекупленности. То же самое. По стахастику, видите? Смотрите. В перекупленности на стахастике. И коррекция на дневном. Тоже смотрите здесь. Стахастик в перекупленности. И вершина. Коррекция. И здесь, смотрите. Перекупленность по стахастику. И коррекция. 65. 54. И здесь, смотрите. До всего этого я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. И биткоин упал в итоге. На 59. И то же самое в обратную сторону. Когда стахастик в перепроданности. Вот тут еще и двойное дно нарисовал. И время покупать. То же самое здесь, смотрите. Перепроданность. Время покупать. Здесь то же самое. Перепроданность в августе. И время покупать. Видите, да? Но прямо сейчас я бы подождал, пока биткоин опустится. И пока стахастик уйдет в перепроданность. Также, смотрите, это восходящий треугольник. Внутри давление. Давление вниз. Выходим. И проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Развернулись от сопротивления. Не смогли пройти. И поэтому я продал по 67. Потому что не было этого пробоя. То я не думаю, что мы опустимся на 52, честно говоря. Очень тяжело для биткоина пробить поддержку 52. Покупки на ETF. Множество касаний. Но если только какая-то уж совсем сильная эскалация эскалируется. Тогда может быть. Но опять же, должна быть очень сильная эскалация. Тогда, возможно, и пробьем 52 тысячи. То самый лучший момент зайти в биткоин, это 59. И опять же, восходящий клин. Не beautiful. И рядом с EMA биткоин находится. Это интересно. Смотрите. В какой-то момент уходили под EMA. 59 мы опустились ниже. Здесь EMA опустились на 49. Но похоже, что здесь будет основной уровень поддержки. 53 тысячи 700 долларов. Но хотя я не думаю, что мы опустимся на 53 700. Но на 59 вполне возможно. Если какая-то эскалация на часовом, смотрите. У нас тут голова и плечи на биткоине. То видите? Плечом. Голова. Плечом. Можем уйти на 62. Вполне возможно. Должны были пробивать это сопротивление. Но то, что биткоин не пробил его, говорит о слабости. И также у нас тут восходящий клин еще. Я все-таки оставлю эту заявку на 59. Многие, конечно, уже заходят. Я не думаю, что это хорошая идея. Потому что, видите, тут у нас голова и плечи. А также большой восходящий треугольник или восходящий клин. Я все-таки оставлю заявку на 59. Сейчас я вот полностью в кэше. 43 тысячи. 134 тысячи. Также на споте. 422 тысячи. 77 тысяч 500 долларов у меня в MCRT. И 29 тысяч в Юнисваб. Поэтому получается 100 тысяч в токенах. Остальное полностью в кэше. И посмотрите на мои предыдущие трейды на биткоине. Вот они. Это проблема в том, что они удаляют историю. К сожалению. Но смотрите, тут я продал по 65. Затем купил биткоины по 52 тысячи. Затем продал биткоин по 62. Купил биткоин по 59. И затем продал биткоины по 66. Все в тему. Поставил уже заявку на 10 биткоинов по цене 59 тысяч. Также, смотрите, показываю, сколько я заработал. Зацените, как торгуют профи. 26 400, 23 300, 27 500, 22 400. И это только на биткоине. На деривативах. 26 27, 22 23, минус 6, плюс 12. 1, 2, 3, 4, 5. Массивная прибыль хорошая. По сравнению с тем, что минус 6 убытка. Я поставил заявку на 59. И на споте тоже расставил биткоин по 58 300 на 2 биткоина. Ворлдкоин хочу взять по 1,40. Доджкоин по 8 центов. И юнисвап на 4,70. И то, что я держу на споте, MCRT я покупаю. Но я ранний инвестор в этом проекте. Все токены получил как ранний инвестор. Но также я покупаю MCRT на открытом рынке за свои личные деньги. Потому что я вижу, как команда создает очень хороший продукт. Но это не финансовый совет. Проводите свои исследования. Юнисвап немного в минусе. Я купил Юнисвап на 30 000 долларов. И теперь давайте постав... А, давайте лучше комментарии ваши почитаем. И опять же, всем спасибо за ваше прекрасное сообщение. Всем спасибо. Люди желают мне скорейшего выздоровления. Ты все еще не поправился полностью? Да не, еще нет. Да где же это? Хочу вам пок... А, вот еще. Массивный рост на Гоат. Если вы знаете, я недавно взял Гоат. Я увидел этот пост и хотел купить, но уснул. Гуру Венчерс купили. Это мем-коин, который запустила группа искусственных интеллектов. Вот, что я увидел. Как запустил Артур Хейс. 29 центов еще стоил. И Гуру Венчерс купили Гоат. И он тогда стоил 35 центов. И затем пошел на 64. 76 процентов роста. Это токен, который создали искусственные интеллекты. Илон говорил вам покупать биткоины по 6 тысяч долларов ровно 6 лет назад. Это все, что я напостил в Твиттере. Я все еще болею. И вот, смотрите, столько пожеланий здоровья. Советуют митка покушать, имбирного чайку попить. Даже какие-то рецепты пишут. Очень много людей советовали мне и желали поскорее выздоравливать. Какие прекрасные сообщения. Всех люблю вы. Все такие прекрасные. Ну, теперь давайте почитаем. Телеграмм давайте почитаем. Но, пожалуйста, общайтесь в этом чате на английском. Потому что я могу, конечно, переводить. Но если вы тоже подключите платный Телеграмм, то вы можете переводить. Я не могу читать это в своих видосах. Я уже лучше себя чувствую. Сделай, пожалуйста, теханализ Соланы. Интро застряло у меня в голове. Привет, гуру, кто-то, что-то, видео, я, Солана. Трейдеры общаются. И теперь давайте почитаем ваши. Ты лучше люблю тебя, братишка. Сделай лайткоин. Гуру, мы по тебе скучаем. Индикаторы можете найти на моих курсах по криптотрейдингу. Спасибо за твои видео. Сделай доджкоин. Давайте сделаем доджкоин и Солану. И опять же, всех поздравляю с Теслой. Здесь вы не увидите, но на послебиржевой Тесла плюс 12%. Плюс 12, прикиньте. На After Hours 239 долларов. Большие поздравления всем, у кого Тесла 12%. Это получается Тесла уже 200. Это будет где-то. Тесла вот сюда вернулась. В симметричный треугольник. Но если мы отодвинемся, то вы увидите, что формирует Тесла. Массивный симметричный треугольник. Внутри давление. Давление. Вверх выходим. Проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. А мы купили Тесла по 141. Это означает, что с тех пор, как мы купили Теслу по 141, когда Тесла 240 долларов, мы уже заработали. Это здесь. А, нет, это же Тесла. Сопротивление. Смотрите. Уже 73 с тех пор, как мы взяли по 141. Что это означает? Все. В конце этого симметричного гигантского треугольника. Это означает, что Тесла, что Илон, что Трамп, он выигрывает выборы. Почему бы тогда Тесла так пампанет? Исходя из этого теханализа, Трамп выиграет выборы. Пойдет Тесла на 600 долларов. Уже выросла на 73 с тех пор, как мы купили. Теперь давайте сделаем. Додж. 13. 139. На недельном вышел вверх и скорректировался. А также здесь нисходящий клин на додж-коине. Нисходящий треугольник. Видите, вот он. Внутри давления давление. Вот такое. И вверх выходим. Проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Вот оно, это расстояние. Поэтому цель на додж-коине получается 25 центов. По выходу из этого более мелкого нисходящего треугольника. Но там есть еще паттерн побольше. Там огромный просто такой. Ну, опять же, на недельном там перекупленность. Поэтому, может быть, коррекция может опуститься на 10 центов и на 8. Смотрим ближе на дневном таймфрейме. Да тут я не вижу паттернов. Я всему этому обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Ссылка есть в описании под видео. Что-то типа какого-то канала. Ну, может быть, по 11 центов. Можно взять додж-коин. Там сильная поддержка. Поставлю там, пожалуй, уведомление на 11 центов. И уведомление на 9 центов. И давайте поставим... Или... Ну ладно, не надо. Теперь Солана. Солана, Солана. 170. Вау. Массивный памп на Солане. Поздравляю. Смотрите, тут большой симметричный треугольник. Чик. Вот он. Там может быть еще и отскоки развороты. А потом уже будем вверх выходить. Может развернуться от 178. И затем может даже опуститься на... Да что-то по-любому должно скоро произойти. Может уйти на... А я бы попытался поймать Солану по 133. Или даже от этой трендовой линии. Помните, что мы зарабатываем, когда покупаем. Исходя из этого треугольника. Я пока что реально буду оставаться в кэше. Пока я не увижу какие-то конкретные паттерны и сигналы. 257. Но я бы попытался зайти от этой трендовой линии. Основная поддержка. Вот такую сделку можно было бы открыть. 129. 100 плюс 121. Тейк профит на 262 доллара. Ну что ж, на этом на сегодня все. На балансе 706 500 долларов. Полностью почти в кэше. Только MCRT июня. На этом заканчиваем, потому что видео получилось длинное. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И не забывайте. Мировой трейдерский турнир. Еще можно поторговать до 31 октября. Призовой фонд 10 миллионов долларов. Сканируйте QR-код, либо ссылка в описании под видео. Также проходите мои курсы по криптотрейдингу. И присоединяйтесь к телеграмму. Всех люблю, обнимаю. Всем спасибо за прекрасные сообщения. Смотрю на графики. Я в кэше. Меня беспокоит этот симметричный треугольник или стахастик там в перекупленности. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok